Кто-нибудь из моих, несомненно, годовалых зрителей застал 19-20-й. Время рассвета PS1-тайповых игр, чьи представители часто уходили в мейнстрим. Типа даже ебучий в Индии, играв в какой-нибудь Night of the Consumers или No Players Online. Ещё помню, мои любимые Хэппи Вульф и Куплинов играли в Маяк с Паттинсоном и Дефо. Black Shore, Perennial, какая-то хуйня про Ворон название, не помню. И в Rust. Последнее сделано автором нынешней параши для онлайн-феста Ludum Dare, где игры высираются за пару дней, получают медальку и отправляются обратно в жопу, из которой вылезли. Тема видоса схожая. Haunted PS1 демодиск. Творение квирчика из твиттеров Брогана Хэккета. Под его крылом вроде как раз и засветились все перечисленные выше игры, а некоторые имели встратое камео на их же ИК-3 2020 Virtual Show Floor. Буквально интерактивная выставка со Скалли в роли ведущего. Сморите, здесь даже эта хуйня из консюмеров. Я покорился в этой ебистике, нашел еще схожую в срато сцену. LSD Jam 2020. Напоминалка на будущее. Может разберу потом. Ну а сейчас будут не то чтобы лоры игры, а скорее пересказы демок. Только демок. А то он и демодиск, чтобы завлечь и потом налутать себя в аботики на ИЧИО. Да я и сам так сделаю. Все эти игры уже давно либо получили фуловые версии, либо умерли за родышем. И каждый, кто сейчас это смотрит, напишите в комментах после видоса, какая из этих 2D Indy Parash вас зацепила больше всего. Нет, серьезно, это обязательно. Какие игры будут фигурировать под видосом чаще всего, те я потом и разберу подробнее вместе с другим колтентом их авторов. Никто никогда не испытывал странных вайбов от игры в My Summer Car. Да, все испытывали, я знаю. Абсолютно мертвый мир, где ты единственный и разбираешься в этом куске кода и пытаешься не откиснуть. Агагай все выкрикивает про каких-то перкелей и сатану. Вроде и движок стоишь собираешь, а вроде не можешь перестать бухать и ссаться под себя. У нас был симулятор одиночества в русской деревне, но он ни на талику не передает самаракаровской глубинности и отстраненности от реального мира. Сауна 2000 играет на тех же эмоциях, сеттинг буквально та же финская глушь. Ладу Ларгу 100 прос прямо из Самара Кар импортировали. Раньше игра планировалась маленькой демкой с картошечной графикой и двумя концовками разной криповости. Осматриваешь баньку, рубишь дрова для нее. Проходишь сакральный ритуал топления печей и тупо кайфуешь с каликом. Что смешно, в том же году ЮНЕСКО признал финскую сауну своим наследием. Я бы тоже признал любую страну своим наследием, если бы увидел в этих стареньких кроллов, что тебя сталкерят. Вот она, гомосятина. Если не успеешь затопить баньку, начинается какой-то пупиткомбо с бегающими курочками. Насколько я понял из кикстартера, игру пиздец переделывают под реальный Stardew Summer Cars VR-версией. Короче, вот в данном ныне винте игра вообще норм, блять. Чисто поржать. Она еще и финно-японская, два челика разрабатывают. Зато теперь понятно, в каких межрасовых оргиях оно появилось на свет. Вот ща уже не врожденец из рейвовых вписок будет. Тейсси Рамен. Весь геймплей, сюжет, лор и игры перед вами. Норм. Я тоже так думаю. Но я опять же повторюсь, фуллы буду разбирать только с учетом заинтересованности. Так что хавайте, что дают. Вкусненький ромэн как-никак. Следующую игру не азиат делал. Какой-то другой олигафрин, но она по-азиатски ебанута. И потом еще одна идентичная. Фатум Бетула, или странная береза с латышского. Сюжет этой игры мне вообще в голову не лезет. Записки повествуют на каком-то высшем пост-метахуэто уровне. Но это не значит, что я ничего не понял. Бучо обосрался. Вот эта залупа рассказывает нам, как важно поливать березку мироздания рядом с нами. А для этого нужно искать воду в других мирах. Отправляемся в один такой. Находим котика. Большое виабушное озеро. Очередной лас-де-трип заодно. Фулли, насколько я понял, концовок 10. Здесь же либо 2, либо 3. Березе не очень понравится, если ее воду отравить. И ткань бытия, благодаря нам, порвана как жопа никокады. Можно туда еще маслача наебнуть. И потом жидко потечет социал очка про то, как мы паразитируем на нашей планете. Ну а кому не покой. Опять издалека начну. Короче, была такая игра. ЛСД Дрим Симулятор. Ок, да? Надо было прожить 365 дней вечных рандомных телепортаций, куда бы ты ни ткнулся. С постоянным ощущением, будто ты что-то сделал не то или не нажал куда следует. Так вот, Некаюме из этого диска. То же самое, только с китиками. Хотя, чё странно. Я сейчас смотрю на футажи альфа-бета-геймера, и у него там вполне себе осмысленное произведение под видом Некаюмы, где нужно искать четырех котеночков. Даже концовка есть. МБ релизная версия. А это уже не моя компетенция. Хотя вы и так знаете. У нас демократия, пацаны. Накидайте лютому в комменты. Не то чтобы держит, но легонько придерживает планку коренжа и трипозности Эрейжур. Дорогие создатели Kinder Joy, вот такая хуйня попалась в демодиске. Вы мне скажите, хоть один ребёнок обрадуется такой хуйте? Сюжет здесь вообще надмозговый. Что-то про матрицу, VR эти ваши с симуляциями. В демодиске 21 года будет классная игра на эту тему. Эхо стазис называется. Вот там уже смешно смеёмся, а тут ребусы какие-то. Песня кстоклассная в титрах. Отту Мун идёт следом. Могла бы быть красивой диорамой большого меланхоличного города. Но в процессе становится жидкой диорамой на толчке эпилептика. Не лишённой своего стиля, конечно. В начале этой студии я прям прочувствовал, бля. Но далее ГГ очевидно едет на заслуженный нахуй. Деревня прикольная. Замок какой-то. Затмение, ступеньки, трах интернета в конце. Я сейчас может и занимаю место по содержательности где-то между Гамазом и среднестатным дикокером. Но в игре вот нет сюжета. В демке от лист. Зато дескрипшн-то к игре пишет про Эшфилд, который из Элент Хилла. День Благодарения. Фестиваль. 86-й год. Укус 87. Но где? Где это всё? Ладно, сюжет. От картинки хоть кайфуйте. Покайфовали? А всё, сука. Готовьте жопы обратно. Вот, пацаны. Что такое Haunted PS1? Страшненькое, наверное, что-то, да? Угу. Угу. Правильно, бля. Создательница Until Big Light так не думает. Бедные, сводящие концы с концами мышки, которые работают за кусочки чеддера и живут в подчинении. Утрированная критика капитализма, где плохие жирные коты-корпораты отбирают у мышек сыр, жалеют даже жизни, уничтожают их этим самым как вид. Высказывания из игры, конечно, пук в лужу, но наш маленький мышь всё равно крудётся в сторону коммунистической революции, на которой его подбил дед и неуплата аренды. Ему дают попробовать настоящий сыр, а не нынешний, чисто валютный чеддер, и подтекло говно по трубам, как говорится. Клиффхенгер. Нихуя не понял, вообще неинтересно. Тут вообще много игр, которые все из себя такие артхаусные, с двойным дном, даже подвалом, а на деле просто популистская критика для маленьких любителей экстремизма. Хотя вот тут Orange Country пропагандирует нам в Реджмале, I guess. Чел гоняет на скейте по городу, как пиздец супербайкер 3D, и постоянно закидывает подгубастник с каких-то раздатчиков из SimFortress. Как соберёшь нужное число насика, игра заканчивается. Хуйня, да? А вот знаете что? Машины могут сбить тебя в любой момент, даже на тротуаре. И это вызывало у меня дикую панику посреди трипа. Советовать к прохождению, тем не менее, не буду. Большего, чем на футажах, вы в ней не увидите. И вот посреди такого полухоррорного месива появляется Dread Delusion. РПГ в открытом мире с около Элден Рингным сюжетом прогнёт богов и борцунов с системой. И вот играешь ты вот такой, да, проникаешься историей, собираешь лутецки с монетами. Наверное, ещё и записки читаешь, как конч. А игра такая... Учитывая, что игра до сих пор не вышла в стиме, несмотря на патреоновые донатики разрабу, вставочка весьма в тему. У автора в стиме там ещё свой собственный хаунт от PS1 под названием Dread X Collection. Пять частей, по 12 сделанных за неделю игр. Но это сейчас что-то настолько underground, что разбирать вообще не тянет. Можно не надо, да? Прогоним пару матов и основы кассл. Не, серьёзно, пару. Только просыпаешься в замке из амнезии, и Черкаш, напротив, посылает зажигать по всей территории 24 свечи. В конце показывают мультик. Ну и чё там ещё? Killer Beast, мда. Аниме-школьница попадает в прямую кишку и линейно зачищает местные просторы от пчёл. Скримаки на месте. Игра хоть и сложная, но вначале очень хорошо мотивирует сиськами на весь экран. В конце кишки она убивает пасечников, и оказывается в дурке окончательно. Нет, Патрик, это не приквел Фидми Билли. Эфиджи. Я прошу прощения, что рассказываю об играх настолько поверхностно и вкратце. Но как говорили великие тагарты, пересказ игр самый ленивый жанр на ютубе. Пиздобольство чистой воды, ведь всегда есть реакции. Но здесь тупо отчасти с иглы. Поэтому я и компрессирую, и пересказываю их сюжет. А сюжет в этих темках надо ещё поискать. Вот это, например, квакатайповый спинномозговой шутан. Ну вот и всё. Причём я бы даже не сказал, что играется как-то охуенно. Надо признать, тут весело банихобить и вылетать за карту. Вот этого у игры не отнимешь. А застонный при прыжках, как у Сарио Сэма, лично с меня отдельные 5 баллов. Суки прям в сердечко. А вот сейчас уже без духоты я не обойдусь, сорян. Собралась кучка долбоёбов, любителей квестов 90-х. И вместе они подумали, типа, бродить по локации 100 лет? Без возможности бегать, заниматься неоправданным пиксельхантингом? Читать тонны скучнейшего графоманского текста? Это же так круто! Вот это заебись время было не то, что сейчас эти игры для пусечек с интересным геймплеем. Собственно, в таком порочном инцесте и родилась Дэд Хит. Забагованная, перекошенная, зато с анемычными ёблами. Тут у нас, видимо, мир, где уживаются люди и зомби. Мечта некрофилы. Один такой полузгнивший хуй решил в 3 часа ночи... Ой, уже 3 часа! ...ложить себе в руки. За этим вызывают двух доминантных сосочек в латексе. А всё. Лоры и игры нахуй. Дальше сюжет не продвигается. Игра даже не завершена. Я бы даже эту игру не стал называть. Это венерическое заболевание в цифровом эквиваленте. Вы, конечно, можете походить по дому, найти спички. Его потёртый перед смертью комп, сейф. Но автор забыл, что с этим делать и запостил свой кринж прямо так. Нет, я серьёзно. Поищите сами геймплейты и демки, где хоть кто-то пришёл бы к внятной концовке. Вот, кстати, о внятных концовках. A Place Forbidden такую предоставляет. Проходя игру ещё в 20-м году, я жёстко затупил и не смог продвинуться дальше одной простой головоломки. Наверное, это многое говорит о моём интеллекте. Приходит главный герой по имени Ви, в великую библиотеку Урабороса, известной своей оккультистской направленностью. И ищет он спасение от смерти. Местные записи, правда, свидетельствуют пока только о проклятых заклинаниях, способных остановить сердце человека или же расплавить его глаза. Живущие рядом с библиотекой свидетельствовали о странных кошмарах, где они словно попадали в бэкрумс с этой библиотекой в роли декораций. Бегали по её бесконечным коридорам и сходили с ума не только во снах, но и в жизни. Оказавшись в длинном коридоре этажом ниже, мы можем и сами увидеть эти невозможные лабиринты. В конце коридора висит одна из гравюр Ганса Гольбейна. Помимо этой, есть ещё 40 его работ. Вот. Называются они вместе «Пляска смерти», и они тоже развешаны в этой библиотеке. Вся игра пропитана вечным циклом жизни и смерти. Схватив нужную книгу и предприняв попытку побега, протагонист и сам застаёт себя застрявшим в стенах библиотеки, пока нечто потустороннее берёт контроль над его разумом. И эта сущность уготовила ему куда более интересную судьбу, чем вечное скитание в лабиринте Урабороса. В конце Хагиваги чекайте. Знаете, таких хорроров от первого лица на рынке завалом. Вот тот же легендарный Poppy Playtime подинамичнее будет. Ну, короче, чё-то как-то я не знаю. Ой. Папа. Она бесплатная в Стиме. Вышла полностью, весит всего полгига. Нихуя. Ну, конечно, я уже успел в это поиграть, мне не зашло. Сюжет подаётся невъебенный тонный записок. Я не мазохист, и разбирать это отказываюсь заранее. Разве что за донатик на Сбер. И вообще, это даже не игра под PS1. Одна только скукоженная графика не даёт тех вайбов. И Place Forbidden ничего бы не потерял. Не будь он таким ворвиглазным. Чего вот не скажешь про хардвором. Играем за Сэм, как её называет психотерапевт в своей выдержке. Тяночка имеет за собой целый перечень бед с башкой, одна из которых навязчивое желание одеваться как Ларокрофт, видимо. Не очень-то она и похожа на человека с посттравматом и навязчивыми идеями селф-харма. Скорее на пидовочку, которая об этом пиздит у себя в твиттере каждый пост. Энивей, к ней приходит захадочная в ХС-кассета от Бена Кокузы, которая переносит её вообще в небене. Одно из хашно-резиковое исследование дома спустя, она находит забитый кассетами подвал и письмо, что удивительно для неё самой. О том, что все родственники за неё переживают. Бета перестала появляться на работе. И в конце немного о какой-то травме Сэм десятилетней давности, из-за которой, видимо, у неё и поехала кукуха. Лифт из подвала, коридор, стол, очередной пузатый телек и какой-то призрак прошлого, преследовавший Сэм всё прохождение. Конец. To be continued. Да-да. Да. Ждём, надеемся. Не-не, ну вы гляньте, какое меню заебатое. Игра вообще не так далеко от кваки ушла. Вроде хоррор, а вроде и немного шутер. Итак, Филс Брид. В округе стали пропадать бомжи. Единственный подозреваемый в этом может быть в руках местного культа. В его логово заброшенный склад нас и посылают. А мы просто берём и уходим. Хе. Нахуй оно надо, да? Дело замяли. И это у нас уже первая концовочка. Чуть пройдя, мы находим записки о том, как местные культисты держали людей в подвалах. А рядом как раз лежит пистолет. С данного момента в без того весёлой и забавной игре появляются враги. Если свалить сразу после этого момента, открывается вторая концовка. Из всей зачистной группы живым возвращается только один, и то инфицированным личинками. Мхм-мхм, записочка про тараканов во рту, откладывающих ему туда яйца. Знаете, я бы и сам отложил яйца в рот разрабу. Исключительно из уважения, конечно, игрота охуенная. Вот тут-то нужно нам челик лежит. Мёртвый немного, правда. Ну а перед ним расположился локальный тикток-хаус. КГ возвращается и рапортует всё произошедшее. Но когда обысканная группа туда подваливает, они застают этот склад сгоревшим. Игра очень короткая, и именно поэтому я могу порекомендовать её каждому. Хотя, если вы сидите и смотрите спойлерный видос по всем этим играм, то тестить их самостоятельно уже не собираетесь, да? Мне всё равно не платили за эту рекламу, так что... Ладно, прощаю. Последнее. Инсомнио. 5 коротких играбельных кошмаров. Мне она показалась одной из самых интересных здесь, поскольку я и сам любил записывать свои кошмары куда-нибудь в заметке на телефоне. И игра превосходно передаёт ощущение нереальности происходящего, граничащего с адекватной повседневностью. Ну вы знаете, этого состояния внутри сна, когда ты занимаешься своими обычными делами, но проснувшись, осознаёшь, что это были нихуя необычные дела. И даже непонятно, как ты мог повестись на такой внушённый кошмаром бред. Картинка, фильтр словно из растровой графики, перед экраном создаёт почти идеальное подражение сновидением, которое ты наутро пытаешься, как сквозь туман, восстановить в своей памяти. Я и сам чаще всего видел свои сны, как подобные игры. Хотя, если наутро их получается задокументировать, записать и перечитывать потом, то эти маленькие истории я сейчас описать не могу. Они бессодержательны, оторваны от любого контекста. Всё, что сейчас происходит на экране, и есть эта игра, и в моих комментариях происходящее не нуждается. Ну а если не говорить загадками, то фабула каждого сна на два слова. Как я уже говорил, тут превалирующее большинство игр на три строчки, и было их здесь штук 17. Надеюсь, что в погоне за компактностью видоса я не отсёк много лишнего. Советую чекнуть их самому и убедиться в этом. В следующем видосе я разберу демодиск 21-го года, там их ещё больше будет. И спасибо за фидбэк на предыдущем видосе. Благодаря вам я и сел за новый сценарий. За ваше здоровье и за моё очко.